Огромное спасибо всем спонсорам моего контента! Не забывайте, пожалуйста, про лайки, комментарии и репосты. Но если вы хотите читать данный тайтл самостоятельно, а не ждать моей озвучки, то добро пожаловать на сайт Риманго! На Риманге главы выходят быстрее, чем у конкурентов. В наличии удобный интерфейс, классная навигация и отзывчивая администрация. Регистрируйся на сайте Риманго по моей ссылке и давай уже читать мангу вместе. Ну а теперь, приятного просмотра! Странно, я не чувствую никакого ментального резонанса силы с инфицированными, словно тело без души. Он использует нисхождение сознания, чтобы уйти куда-то еще. Так твоя сила помогает тебе создавать реки крови? Но я разрубил их своим мечом. Так что тебе наверняка сейчас трудновато будет поддерживать эту форму. Скажи мне, куда делось то самое хваленое сознание твоего бога? Если бы я знала, то убила бы его уже давно. Убила бы? А ты разве его не защищаешь? Я одна из тех, кто выгнал бога из гнезда. Три года назад, когда я сбежала, то успешно поднялась на вторую стадию и пробудила в себе силу превращения тела в кровь. Из-за этой способности я привлекла внимание зараженных и в конце концов присоединилась к ним. В первый день так называемый бог посадил в меня паразита, который мог контролировать мои мысли и действия. А затем я достигла четвертой стадии и стала местной жрицей. Почему он выбрал тебя? Все из-за метеоритного осколка. Когда я превращаю свое тело в кровь, то могу придать ему любую форму настолько, насколько хватит энергии. И эта клетка для удержания осколка сделана из моего тела. Как ты освободила себя от контроля? Однажды, когда я обращала свое тело в кровь, я случайно отсекла часть с паразитом и вернула контроль над телом. Сейчас я позволила этому паразиту остаться в моем теле, но по факту уже вернула над собой контроль. Я оставила паразита при себе, чтобы продолжать контролировать гнездо. Я вернула себе свою волю, но сила бога слишком велика, ей невозможно противостоять. Я думала, что никогда не смогу освободиться и совсем не ожидала, что ты появишься. Я? Ты помнишь, что произошло, когда сознание бога снизошло на Линьян? Так ты использовал произошедшее как шанс, чтобы захватить контроль над этим местом? Когда я обращаю свое тело в кровь, то могу создать предмет, который способен отсекать ментальную силу. Когда сознание бога покинуло его тело, я запечатала его. Его сознание не сможет вернуться сюда так, что весь контроль над этим местом принадлежит мне. Оно может вселиться в других людей в черном? Вряд ли. Я контролирую все, что происходит в гнезде. У него может быть большая ментальная сила, но если его тело слабо, он не сможет использовать свою силу на полную. С такой-то силой, чем дольше он не возвращается в свое тело, тем больше у меня шансов его убить. Повторюсь, ты, конечно, стерва, но не тупая. Драка закончена? Когда куклы исчезли, мы предположили, что бой окончен и вернулись. Барьер еще держится? Она контролирует его. С текущей силой барьера, даже если мы втроем и Сан Биал атакуем, то все равно его не разрушим. О, кажется, без ее помощи нам не обойтись. О, сними барьер для нас. Я могу только поглотить энергию, чтобы ослабить его. Но у меня слишком серьезные раны, я не могу... Да что ты. Тогда мы больше в тебе не нуждаемся. Давненько я не пила крови. А твоя пахнет так аппетитно. Что... что ты делаешь? Что с ней не так? Она хочет меня сожрать? Цзо Тянь Чинь, ты не можешь убить меня. Разве ты не хочешь от него избавиться? Я единственная, кто может тебе помочь. Ментальная часть бога может легко переходить от одного зараженного к другому, поэтому его сложно найти. Я могу убрать печать с его тела. Тогда ментальная часть просто вернется обратно. Хватит. Сними печать. Тогда ты меня отпустишь? Что думаешь? Если не пообещаешь оставить меня в живых, я не буду делать этого. Обещай, что как только я сниму печать, ты меня отпустишь. Торговаться со мной вздумала. После того, как снимешь печать, у тебя два варианта. Объединиться с нами или нет. Если присоединишься к нам, то предашь бога и тебе придется сражаться с ним в смертельной битве. А если нет, я лучше убью тебя сейчас. Я присоединюсь. Тогда приступим. Цзо Тянь Чинь. Ей лучше не доверять. Я знаю, но она может найти ментальную часть бога. Такой шанс упускать нельзя. Плюс ко всему, я оставляю ее в живых ради тебя. Ради меня? Возьми. Это... Не волнуйся. Она полностью под нашим контролем. Цзо Тянь Чинь, он... Он не возвращается. Что случилось? Не знаю, я просто сняла печать. По логике, он должен был почувствовать это и вернуться обратно. Только если он не сражается с кем-то еще. Сражается с кем-то еще? С кем он может сражаться? Стоп. Ланхуа. Город Ланхуа. Черт побери, как я мог так влипнуть? Двое четвертой стадии, сила третьего неизвестна. Я им не ровня, надо драпать отсюда. Не трать силу. Эти летающие кинжалы пропитаны метеоритной пылью. Они эффективны в схватке с зараженными. Летающие кинжалы. Он их вытащил? Беги. Быстрее эвакуируй людей отсюда. А, понял. Что-то с этим парнем не так, будь осторожен. Я знаю. Что это за место? Его аура и манера речи кардинально изменились. Тянь-чень сказал, что тот так называемый бог может захватить разум людей в черном. Похоже, как раз такой случай. Человек. Ответь, где это я? Вперед! Имбецилы. Пригнись! Слабая оболочка. Это вся сила, которую можно выпустить. Ваши тела неплохие. Если уверуете, можете стать моими сосудами. Тьфу. Мечтай дальше, мертвяк. Я атеист и ни в каких богов не верю. Сдохни! Энергетический щит. Эй, малая, пригнись. Я попробую сам. Огнестрельное оружие людей? Это оружие не пробьет мой щит. Малая, уже! А ты быстро уклоняешься. Попробуем еще разок. Это тело вряд ли справится с этими двумя человечишками. Нужно покинуть его и найти оболочку посильнее. Истинная сила моего тела. Она вернулась! Если мое настоящее тело вернулось, больше нет нужды с вами возиться. Я использую его, чтобы очистить ваш город. Осторожнее, он сейчас взорвется. Взрыв уничтожит ланху, а нужно остановить его. Не спеши. Внутри него сконцентрирована сильная нестабильная энергия. Если не будем осторожны, можем случайно спровоцировать взрыв. А если сломаем щит, то он точно взорвется быстрее. Что нам делать? Я уже думаю. Какая огромная ментальная сила. Это сила. Это... Старшая сестрица Сюань-Сюань. Сестрица! Озвучил Кокос. Подписывайся на канал, чтобы не пропустить продолжение. Не забывайте про лайки, комментарии и репосты. Ну и все те, кто досмотрел до этого момента. Красавчики, спасибо вам! Субтитры сделал DimaTorzok